Чёрные появились позже, со стороны ботанического сада. Чёрные, огромные, на голову выше самого высокого человека создания из ночных кошмаров. Жуткие, как вывернутые наизнанку люди. Чудовища, рождённые, чтобы нас побудить. Молва приписывала им чудовищную силу и неестественную злобу. Говорили, что они голыми руками раздывают вооружённых людей. Чёртся? Это неправда. Правда? Страшнее. Ну что, начнём играть? Я вот тут недалеко раньше уже, до войны ещё на Петровке. Один из всей семьи спаси. Что-то с пистолетом ко мне же не присталось. Я же пью чай с пистолетом. И сердце... Ребята, кстати, сердце стучит, как в Бенде. Они такие даже полюбки. Я с ребятами. О! О! Отстань от меня! Дай на зуб! Ты же не тебя убежишь своего? Нет! Проснись! А почему я ломила его? О, мой бог, почему я стрелка? Кто это такой? Почему он меня прозерил? Это что, не черный? Артем, Артем, просыпайся. Артем, это я, Хан. Кошмары. Неудивительно после всего пережитого. А, послушай, Артем, я был на пепелище улья черных и видел там одного из них. Я сразу отправился к тебе. Это шанс, Артем. Шанс понять. Они ведь пытались установить с тобой контакт. Только с тобой. А ты навел на них ракеты. Хан, ты как здесь оказался? Вон, немедленно. Да-да, Ульман, сейчас. Артем, нам просто необходимо поговорить с черными. Я понимаю, что ты теперь в ордене и подчиняешься мельнику. Но надо убедить его отпустить тебя. Хан, я сказал на выход. Я доставлю нос к полковнику. Секретный обед, Хан. У тебя тут не положено. Со мной. Собирайся, Артем. Я подожду выхода из казармы. Пошли, сказочник. Кстати, у меня был один знакомый курильщик. Последний год жизни он пил, пил, пушал через дырочку в горле. Ну ты бурю, бурю. Бурю. Ты знаешь, вытеку за рамку, а я все-таки вытеку за рамку. Странное место, это 6. Когда-то не подумал, что-то здесь, а сейчас вот кирилл вообще. Говорят, еще тут. Здоров, Артем. Этот парень, кстати, играл в той группе, которая в Д6 нашла. Да, сразу же Том дали. А я вот в новобранцах 2 группы догонял, потому что в общем принес. Не знаю, как вы. Так о чем мы там? Слышим, что с группой Романов случалось? С Романовым? Давай, давай. Ты посмотри за них, кто туда. Неудивительно, что полковник выписали. И в той неделе его группу отправили через болото на базу в церкви. Он единственный, кто живым добрался. Иди ты. Вся группа полегла. Там же вроде все спокойно было на болото. Видишь, ешь. Привет, Артем. Говорят, ты теперь полноправный рейджер. Надо будет это дело спрыснуть. А пока давай тебя экипируем. Итак, приступим. Прежде всего, противогаз. Без противогаза на поверхности и шаг не ступишь. Одна пыль чего стоит. Вонит до сих пор так? Хоть яйца запекай. Да и в ведро есть зараженные участки. Не забудь фильтры. Конечно, противогаз смотрится и без них неплохо. Но пользы от него тогда ноль. Так, аптечки. Что тут скажешь? Все, что нужно для выживания в изящной оранжевой упаковке. Вот твой аванс за этот месяц. Не забывай. Зарплату мы получаем армейскими патронами. Конечно, ими можно стрелять. И это не больно. Но лучше все же приберечь. Потом у любого торговца ты сможешь на них купить обычных патронов или нужное содержание. Ага, отлично. Теперь самое интересное. Выбирай какие-то заведующие дайвки. Обычно рейнджеры носят по 300. И выборы зависит от тебя. Легкий и скоростыльный. И сколько патронов осталось сразу. Теперь отправляйся в тир и попробуй выбранное оружие в тире. Если захочешь посмотреть что-то еще, возвращайся. Артем, испытай красный. Попробуй выбрать. Таких не берут в рейнджер. Попробуй выбрать. А теперь стрельни по бронированным маникетам. Улавливаешь рейнджер. Броню пробить. Много патронов надо. Так что смотри. Значит враг бронирован. Попробуй выстрелить голову. Попал так попал. Чувствуешь рейнджер. Но в рейнджер снова певушек. Можешь подменироваться еще и отправляться к месяцу до задания. Я вас до седьмого года гонять буду. Пока все дитя... Так, Леха, не слушай этого клоуна. Открывайте ворота. Алло, 9-1-1, слушаю. Ты про Лесницкого-то слыхал? Ты о чем это? У ребят из-за главной лаборатории спроси. Что? Что он там уже натворил? Открываем. Ладно, пошли. Перестань нести ерунду. А сокровища, о которых ходят слухи, те самые загробные дары. Оружие множества, и коней гордых, и богатства несметные. Похоже ведь, правда? Вот только грабители и могил по все времена ждали проклятия. Хан, ты заткнешься или нет? Эй, что случилось? Говорят, Лесницкий что-то натворил. Кстати, кто не натворил ничего? Все мы закончили. Эй, вскрыто. Все разворочено. А Лесницкий пропал. Вот дерьмо! Так, а внутри там что? Кранилище там. Вроде химическое оружие. Хотя, черт его знает. Капец. Сейчас мне полковник за Лесницкого раскаленной арматурей, но загонит глубоко в душу. А я как назло без Василина. Ну ладно. Ладно, пошли. Да, взять-то мы 3-6 взяли. Насколько ждут выхода до входа. Целый город, тайнуки, бункеры. Хотя, конечно, о такой базе можно только мечтать. Особенно те, что вы красные и фашистам подлижат. Фашисты зашевелили. Столько ждут. А кто-нибудь знает, в чем дело? Зачем вызывать ответа? Ну, теперь. 8-8. А, 2-3. Герман, эти к Мельнику в штаб. По вызову. Так точно. Проходите. А я, пожалуй, здесь подошу. Я к начальству сам. Опять по секунду? Из вас. Артем, я чувствую, я просто уверен, что уничтожение черных худшая ошибка в истории человечества. Что, если они вовсе не хотели нам вберить? Что, если мы с ними или просто не совместимы? Все, кроме тебя, Артем. Да, на твоей родной станции погибли люди. Хантер, лучший беец Ордена тоже. А ведь именно он говорит, если мы не будем сражаться за жизнь, нас съедят. Это закон эволюции. Но в этот раз мы, похоже, поспешили начать сражение. Да. Так, Артем, Хан, у вас есть информация? Да, полковник. Тогда, пожалуйста, покороче. В Ботамическом саду я видел черного. То есть, одна твоя жива? К счастью, да. К счастью? Кап, что за бред? Черный худший из всех угроз, с какими сталкивался Ордена.